Добрый день, уважаемые любители шахматы. Естественно, я читаю комментарии под своими видео и под комментарием про видео Нимана. Было написано следующее. Из топ-100 еще, кажется, Чапаринов увлекся во время локдауна. Я, конечно, не поверил, потому что Чапаринов известнейший гроссмейстер. На данный момент номер 52 в мире. Если говорить про рейтинг, то на момент турнира, который мы увидим, рейтинг классика 2686, рейтинг близ 2665. И, конечно же, сильнейший игрок. Но почему-то во время карантина с многими случились такие вот странные вещи. Вот это его предыдущий аккаунт, как видите, последний логин 28 июня 2020 года. Турнир, который мы будем разбирать, как раз проведен был на той же неделе, 23 июня 2020 года, где Чапаринов занял 9 место. Нельзя сказать даже, что он хорошо сыграл. Давайте просто посмотрим, кто вверху в этих турнирах был. А именно, Ферруджа, Микитарян, Максадуу, рядом с ним находится Ханс Ниман. То есть, конечно, чудеса проходили в те времена. Но да ладно. Собственно, давайте посмотрим статистику. Точность в этих партиях 97,2, 98,8. 98,8, 99,3. Это просто фантастика. Учитывая силу игры соперника. 98,8. 99,3. Ну и ничьи. Как мы увидим, три партии из четырех ничья, можно сказать, с позиции силы. 97, 99,2. 95,9. Вроде бы странно, но мы рассмотрим эту партию. И против последнего туре 98,6. Я подвел, собственно, анализ. Я использовал Stockfish 11, который был актуален на время турнира. И видите, 62,46%. То есть, это невероятное число. Также обратите внимание на число общих ошибок. Полтора процента. Что же невероятно. И потери с антипешек 10,45. И при этом, если убрать партии, которые закончились на счет. Давайте это сделаем. То мы увидим фантастические ноль ошибок. Еще раз повторяюсь. Это, когда мы говорим про ноль ошибок. Это ошибки в интервале от минус трех до плюс трех. Оценки 7,87. То есть, фантастические победы. Ну, и учитывая то, что это высокий уровень. Все понимают наверняка. Конечно, некоторые скажут все равно, что у человека там 4-5 сантиметра. Также 10 партий подряд он просто ему повезло. У него был хороший день. Если говорить про Чапарина, то уровень 2,700. И надо с чем-то сравнивать. И давайте сравним с Магнусом Карсоном. То есть, я это приводил в одном из видео. Можете сделать паузу. Смотреть, набирал ли Магнус и другие игроки на чемпионатах мира. Это по Блицу хотя бы 60%. И сколько ошибок больше, чем одну пешку. Я просто перелистаю сейчас. И вы можете делать паузу. А тут, собственно, рассмотрите внимательно. В общем, лучший результат, который я нашел для Магнуса в Блиц. Это 15 потерянных сантиметра и 59%. Вы, конечно, можете обратить внимание на результаты 5 плюс 3. Потому что у него было 60%. Но 5 плюс 3, конечно, сравнивать с трехминутными. Это большая разница. Много больше времени. И поэтому, конечно, точно будет лучше. Естественно. Так что Магнус никогда не достигает такой высокой точности. И он допускает ошибки. Но, тем не менее, в интернете сильнейшие шахматисты мира почему-то играют намного сильнее, чем Магнус в турнирах живых. Ну что ж. Теперь, собственно, конечно, вас всегда интересуют тайминги. Так что рассмотрим и тайминги. Ну, рассмотрим тайминги именно в партиях важных. Потому что первые три тура, я считаю, что я даже показывать не буду. Против Федосеева, против Мейера и против Инджича. И так, против Федосеева. Обратите внимание. В конце партии у черных остается лишняя минута времени. Партия сложная. Вот примерно до этого момента. И вы видите, что белые проседают по времени. И черные играют максимально точно сильно. И при этом тратят время. Нельзя сказать, что прямо такие. Каждый год 5 секунд. Тем не менее, имеют большой запас по времени. То же самое можно сказать про партию с Мейером. Здесь возникнет структура с изолятором. И когда мы будем смотреть партию, увидим очень четкое исполнение. В исполнении белых. Ну, видите. В данный момент у белых 2 минуты на минуту. И они идеально все исполняют. В конце у них минута времени остается. То, что касается партии против Инджича. Который играет под ником Бека. Обратите внимание. Тут вроде у белых не так было все хорошо. Но тоже примерно минута времени перевеса. Все соперники, которые перечисляют. Очень сильные блицоры. И иметь перевес минута по времени. Это, конечно, круто. Ну и партии, например, против Владислава Ковалева. Все равно у черных был перевес. Они делают ничью, когда у них больше времени. И так уверенно все это у них происходит. Партии с Максадву тоже очень интересный момент. При анализе я покажу. Б5 это, конечно, ошибка. Но видите, что много времени у белых большой перевес. Делается ход Б5 специально, чтобы сделать ничью. И партия с Андрейко. Это Есипенко. Тоже у белых огромнейший перевес по времени. И они в этой позиции, когда на 20 секунд больше по времени, явный перевес в оденном окончании. Они специально делают ход G4, чтобы все поменять и сделать ничью. То есть очень странная стратегия игры в последних четырех партиях. Игра чисто на ничью. В лучших позициях в некоторых ситуациях. Ну да ладно. Теперь, собственно, давайте разберем все эти партии. Начнем еще раз повторюсь с четвертого тура. Первый тур, второй тур, как видите. Большая разница в рейтинге. Третий тур, в принципе, тоже постепенный перекат. Давайте частично эту партию рассмотрим. В общем, возникло такое окончание. И, скажем, очень качественно здесь члены побеждают. То есть возникает ферзевое окончание. Они очень четко в нужный момент, когда белые играют корот G3, реагируют, проводят G3. Затем очень четко переводят ферзя на линию H. И затем побеждают. За счет пешки G. Ну, здесь, в принципе, ничего тоже особо нельзя сказать. Потому что все-таки рейтинг черных выше. Ну, вот партия с Федосеева, как говорится, началась жесть. Разыграна сицилианская защита. Видите, не очень удачный вариант до черных. Держок показывает здесь перевес белым. Делается ход конь C6. И позиция становится равной. Черные спокойно заканчивают развитие. И начинают перехватывать инициативу. Конь E5, жесткий ход. Потом слон E6. То есть не боятся F4. Потому что на F4 промежуток. Ладья D8. На Ферзь C2. Конь G4. Очень, конечно, это конкретная игра. Потому что один ход не туда, и черных позиций может развалиться. Но оно работает. Скажем. И слон на G4 тоже может вернуться в игру. В общем, белые расставились по центру. В этот момент Федосеев решил, что пора. И вот ход E5, он оказывается не точным. Ну, хотя позиция выглядит страшно для черных, если не задуматься. Потому что вот-вот вроде F6. Начнутся такая мощная атака. Делается ход слон H4. Маятниковое движение слоном. Зачем-то ладья заманивается на E4. И слон возвращается на G5. Это, конечно, само по себе выглядит странно. А почему не слон G5 сразу? Ну, да ладно. И после H4, контратакующий ход делается. Ладья C2. Ферзь C1. И наносится удар ладья D1. Ну, и вот тут в сложной борьбе Федосеев не выдерживает. И делает ошибку. Потому что нужно было играть ферзь G5. Ладья F1. Потом король H2. Ладья E5. Потом шаг может на G1. Очень сложная позиция. Но на секундах теряется ферзь. Но позиция разваливается. В принципе, наносится очень четкий удар D4. И ладья бьет E3. И теперь вы видите, собственно, с антипешки. 5 потерянных с антипешек. Это какая-то космическая цифра для того, что происходило в данной партии. Очень сложная фигурная игра. Минута времени еще в запасе. И всего лишь 5 потерянных с антипешек. Конечно, фантастическая партия. Любой бы шахматист, даже играя в классику, был бы доволен своей бы игрой, если бы такое произошло. Партия с мейером примерно такая же самая. Вот этот мейер, любимый вариант французской защиты, разыгрывает. Ну и в этот момент возникает позиция с изолятором. Обратите внимание, что сейчас белый делает оптимальный ход. Ферзь D3. Очень легко запутаться в позициях с изолятором. У нас есть ход кандидат. Водя D3. У нас есть ход кандидата D3. И так далее. Делается самый четкий ход. Именно для того, чтобы перевести ферзя на H3. То есть черный делает неаккуратный ход. Ферзь H3. И после вводя D8. Вы видите, очень быстро. Вводя E3 было. Мелькнула прямо первая линия. Я не буду возвращаться обратно. Потому что тут все зависит от глубины. Еще раз повторюсь. Когда вы используете данную программу. То вы можете в настройках ставить глубину. А когда вы включаете тот движок. То это зависит от вашего компьютера. То есть у меня сразу же на большей глубине. Ну как видите. Вводя E3 снова попадал в три линии. На самом деле это ошибка. Но ввиду очень странного хода Ферзь C5. Конечно же Мейер этот ход. Играя в Блиц. Не нашел. И исходя из этого. Этот ход является нормальным. Ну и после G6 идет развал позиций. Очень четкая атака. Слон G5. Слон бьет F6. И типовая идея. Вы конечно можете сказать. Что все это типовая игра. Ферзь D3. Ферзь H3. Конь идет на E5. Потом бьет на F7. Ферзь бьет H7. Что это типовая комбинация. Но это все исполнение. Это идеальное исполнение. Которое сыграно в партии в Блиц. Еще минута времени осталась. Ну не удивительно. Потому что Мейер на секундах уже решающий зевок. Осуществляет. Тем не менее. Даже в случае Ферзь D4. Ферзь H6. Позиция черных про экрана. Движок из-за кода Ладья Е3 покажет здесь 19 пешек. Но если мы поставим партию меньше глубине, то 11. Что тоже является очень хорошим результатом. Следующая же партия против Инджича. Тоже фантастическая. Почему? Потому что черные неудачно разыгрывают дебют. Надо бить конем. За это следует наказание. Но тем не менее. Даже вот с этим наказанием. Лишнее качество. Позиция закрытого типа сложная. У черных есть преимущество двух слонов. То есть нельзя сказать, что эта позиция прямо-таки безнадежная. И черные в несколько ходов проиграют. Но обратите внимание теперь на игру. Начиная с этого момента. Черные делают ход H5. И оказывается, что это ослабление поля G5. И Чапаринов настолько хороший позиционный шахматист. Что он переводит дальше на G5 коня. Причем это он делает не через поле F3. А через ход конь C4. И конь, как ни странно, идет на поле G5. Обратите внимание. Именно ход Ферзь C4. Еще четкий подготовительный по первой линии. Затем делается ход конь G5. Именно сейчас. И вот черным надо было меняться на G2. Не так все плохо было. Тут они пропускают G4. И потом еще вовремя H5. Позиция разваливается. Потому что дальше еще следует удар D4. Ну, здесь уже Инджич не выдержал. Он зевнул фигуру. Двойной удар. И слон теряется. Ну, как бы позиция развалилась. Ну, то есть, какое-то невероятное фантастическое зрение доски. Такие нюансы. Когда вы играете в Блиц. Такие переводы коня на G5. Потом вовремя подрыв G4. Опять-таки, любой шахматист скажет, что высокогвалифицированный шахматист сыграет. Но это еще раз повторяюсь. Партия в Блиц, во-первых. Во-вторых, остается на часах, минутах в каждой партии. Все делается намного быстрее, чем соперникам. Ну, а оставшиеся партии это ничьи. Причем такие вот. Эта партия, можно сказать, что Андрейкин сыграл действительно с большим запасом прочности. Но Андрейкин этим известен всегда. А вот черные защитились. То есть, вот когда у них возникли проблемы, именно возникли в данной позиции, FE, это, скажем, по третьей линии, черных чуть хуже, они эти проблемы решили точной защитой. Вот здесь делается точный ход конь Е5, именно по первой линии. Затем вступление Ферзь Д8. И здесь Ферзь Ж5. И массовые размены. И переход в пешечное окончание. Ну, собственно, можно сказать, что у черных никаких проблем в данной партии не возникло. И они очень легко решили, когда эти проблемы могли возникнуть. Партия против Макса 2. Ну, здесь надо сказать, что мы видим схватку двух Екозун. Судя по антипешкам. То, что показывает движок, как ошибка, за черных будет только в данной позиции. То есть, до этого момента, фактически, идеальная игра за обе стороны. И движок считает, что водя Д1 вот так вот проблематичная. Позиция у черных возникла, что надо было делать, например, ход конь Е4. И здесь уже плюс единица. Но, по какой-то очень странной причине, в позицию, в которой любой высококвалифицированный шахматист будет играть до победы, бесконечность. Например, слон Д5, слон Д4. Можно ферзь Д3 сделать, ход с идеей Б5. Это еще, конечно, сильнее. Делается ход Б5 мгновенно с массовым разметом. Ну, то есть, специально допускается ошибка, чтобы партию свести в ничью. Делается они сейчас в позиции силы. Очень странно. Данная партия вообще очень странная, надо отметить. Мне говорили некоторые участники титульных вторников, что подозревают Ковалева, но Ковалева аккаунт до сих пор чист. Так что нельзя сказать по поводу того, подозрительно он играл или просто сильно играл. Но в этой партии надо отметить, что, конечно, черные плохо разыграли этот дебют. Я играю линию со слон Е2. Я всегда счастлив, когда в этой позиции черные играют Д5. Но мы на дебютные хода не обращаем внимания. Да, у черных хуже, но позиция явно не проиграна. Большой запас прочности в шахматах существует. Белые играют по Е5. Неаккуратный ход. По Е5 этот ход попадает в три линии. Так что ничего страшного не произошло. То есть тут движок пишет, что надо было бить на С4. Белых был бы перевес. И тут начинается контрыгра ходом слона Е6. Фиржи 5 тоже попадает в три линии. Ну и единственный ход, который выбивается из общей конвей. Всего моего рассказа это ход Е5. Мне очень сложно сказать, почему этот ход был сделан. Белые на этот очень странный ход ответили своим очень странным ходом H3. И в принципе партия после этого продолжается. И продолжается очень странно. Потому что черные играют А4. На Ж3 следует размен. И далее после раздумий делается ход ВА8. Сложно сказать. У меня этот ход, честно. Ну да, заняли открытую линию. Почему именно ВА8 сложно сказать. Но в следующий ход еще больше меня поражает. Приход по второй линии. Фирзь Е7. Как бы сыграл ВА8. Наверное ВА3. Либо ВА1. Что-то из этого должно. Если вы играете в Блиц. Последовать. Но делается такой вот ход Фирзь Е7. И оказывается, что черные так перегруппироваются на ферзевый фланг. А после слона Е1. Неожиданно. После размена на Ф1. Вадя переходит обратно. На линию Ф. И затем Фирзь приходит на А3. Ну то есть какая-то глобальная стратегия. Для игры в Блиц. Черные играли Фирзем на Фирзевом фланге. Тут они, вернее на Королевском переводят на Фирзевый фланг. Вадю. Наоборот на Королевский фланг возвращают. То есть логика, конечно, очень странная. Но надо отметить, что черные в этой партии стремятся сделать нечего. Поэтому они Фирзь Бердой Ди не играют. В принципе забавно, что оба соперника это зевнули. Они четко играют на ничью. То есть повторение ходов. Вадя А8 это вроде как игра на победу. И здесь может показаться, что у черных могут возникнуть проблемы с Королем. Визуально после хода Лан Д2. Но на самом деле после хода Фирзь Д2 был сильный ход Ф4. Который не был сделан. Потому что тут надо Белым находить единственный ход в А2. Но черные играют короче всем. То есть они не против ничьей. Они хотят, чтобы мы дали вечный шаг. Причем у них, еще раз повторюсь, больше времени. И они специально вот это инициируют. Белый играет короче в 4. Ну и тут черный сам приходится делать вечный шаг уже. Ну то есть очень странно. Очень все это странно. Учитывая перевес по времени. И последняя партия. Где скандинавская защита против Есипенко. Ну типовая позиция. Просто у белых пространственный перевес. Все фигуры стоят лучше. Взевается. Данный размен. Равенство. Дальше белые очень сильно стремятся к массовым разменам. Видите? Размены. Собственно и чуть лучше у них позиция. За счет слабой пешки на С6. И здесь Есипенко Е6 ход взывает. И бьет на Е6. Что является грубой позиционной ошибкой. И один из двух моментов этой партии необъяснимый. Любой шахматист высокого уровня. Сделает ход король H2. Будет играть при ферзях. Несколько ходов можно мат наверное поставить. Много времени на размышления. Вместо этого делается ход Ферзь Е1. Сложно это объяснить. И потом второй момент о котором я уже говорил. 20 секунд против секунды времени. Делается ход G4. Чтобы все поменять. Такая вот явная игра на ничью. Ну и портель собственно завершается ничью. Итак. Подводим общий вывод. Забавно. Что после всего этого. Это девятое место. И после этого данный аккаунт был закрыт. Ну как закрыт. Заморожен. Более точное определение. Пришлось открывать новый аккаунт. И при этом. Конечно мы увидели. Три фантастических победы. Даже если партия в классику. Любая из них может быть примерной. Против Федосеева. Против Мейера. Против Инджича. И потом очень странные игры на ничью. Вот по этой причине данный аккаунт был заморожен. Все таки сайт. Часком имел. На это. Скажем. Достаточно. Аргументов. На этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok